Книга «Открытым оком», том 8, вопрос 2041, тема «Жития». Подвиги против своего тела не описаны в Библии и Священное Писание не требует безумных трудов, умерщвления плоти. Вы говорите, что в «Житиях» описаны случаи великих страданий, борьбы с плотью, и они были не по Евангелию. Есть ли «Жития», подтверждающие противоречия этим истинам? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Житие бывшего преступника и уголовника перекрестилось житием царского сановника, но описывает это монах. И все, что бы ни говорили они, что бы ни делали, все сравнивается не с Писанием Божиим, а с уставами иноческими. И похвала обязательно не в сторону любви, но в сторону нерушимости, молчальнических и других античеловеческих придумок. Человеческие вымыслы заняли место Божьего откровения. О Христе и Боге, о Библии во всех этих «Житиях» нет ни слова, как в докладах сегодняшних архиереев. «Житие – это же все один к одному с тех житий. Борются со страстями, а ему нужно жить в семье, работать и плодить ребятишек. Но он был уже обманут монахами, что только вот так, разжигаясь десятилетиями беспрестанно, ты будешь в раю». Лживые правила. Антихристианские тяжелые бремена, которые являются вызовом Богу. Презирающие заповеди Божии, данные Духом Святым. И это все с благими намерениями возложили на этого здорового мужика. И потом охают и дают ему совет не спать и истощать себя. А толку никакого ему не хватает законной супруги и нормальной жизни, какую назначил людям Бог, когда изгнал человека из рая. Монахи же придумали возвратиться в рай, изгнав оттуда Еву, как виновницу Тризну. И с поврежденной натурой начать все сначала. А рядом точно так же страдает красота женская и бьется о камни. И эта монашеская жизнь есть высочайшие пробы доказательства, что монастыри ни на шаг не приблизились к выполнению своей задачи, которую они измыслили. Грешник он и там остался таким же. И они вожделели женщину видеть, спать с ними и рожать детей и воспитывать. Монахи же с ножницами и ножами караулили, как разбойники, и насиловали, постригали, обрезали, кастрировали внешне, а в душу к этим постриженникам они не имели доступа. И потому стонали все «Дайте мне женщину» Матфея 19, 12. «Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит?» А рядом в монастыре женском всего-то через реку тысячи молодых и здоровых девушек изнывали, видели во сне своих рыцарей, как они их выкрадывают из монастырей. Это они бились в истерике, болели, кликушествовали. А старые монахини им давали точно такой же невыполнимый совет, как и в мужском монастыре. Божьего рецепта и лекарства никто не хотел и видеть. Они приготовили свою микстуру – будение, холод, голод, спанье на камнях и в золе. Лживые человеческие мысли, противные Божьему замыслу о нашем спасении. Но внешне монастырское безбрачие так привлекательно выглядит. Вроде бы они ангелы. Только почему-то небесные ангелы всегда в белом и светлом являются, а тут всегда и все до одного в черном одеянии. Прообраз противления Богу. Моисей Мурин. Память 28 августа. Сей грешник умилился сердцем, рассказывался в своих злодеяниях, оставил разбой из своих товарищей, пошел в пустынный монастырь и предал себя в повиновение и послушание игумену и братьям, более же всего самому Богу. Моисей пролил много слез и днем, и ночью, каясь о содеянных ранее грехах своих. Все поручаемые ему работы и послушания он исполнял неленостно и был славным иноком. И не только эти четыре, но и другие разбойники, услышав о своем вожде Моисея, что он покаялся и стал иноком, также оставили разбой и все греховные дела и стали добродетельными иноками. Итак, Моисей пребывал в трудах покаяния. Первоначально его обуревали греховными помышлениями бесы блудодеяния, разжигая похоть его и увлекая его к прежней блудодейственной жизни, как он сам потом рассказывал братьям, говоря так, «Я претерпел столь великие неприятности, борясь с вожделениями плотскими, что едва не нарушил обета иноческого». Раб Божий Моисей, отправившись в келью свою, затворился в ней и пробыл в повседневном пощении, вкушая очень немного хлеба вечером после захода солнца. Весьма много Моисей трудился в рукоделании, пятьдесят раз в течение дня вставал на молитву, совершая ее с коленопреклонением. Однако, несмотря на то, что Моисей томил тело свое трудами и пощением, плотское вожделение, влекущее ко греху, не исчезало в нем. Моисей, будучи укреплен таким видением и словами старца, возвратился в келью свою и снова начал упражняться в обычном пощении и трудах молитвенных. Однако и после этого брань не оставляла его. Напротив, Моисей начал страдать еще более от врага, будучи разжигаем мечтаниями сонными. Посему, встав, он пошел к иному святому старцу, весьма опытному, и сказал ему, «Что делать мне, Авва? Сонные видения помрачают ум мой, разжигая мою плоть, услаждая страсть и возбуждая меня к первоначальному греховному образу жизни, смущая меня привидениями». Старец отвечал ему, «Ты потому страдаешь, перенося то мерзкое наваждение, что не соблюдаешь ума своего от сладострасных мечтаний. Сделай же так, как я говорю тебе, посвяти себя бдению, мало-помалу привыкни к нему и молись с бодростью, тогда ты освободишься от той брани». Моисей принял такой добрый совет от опытного святого наставника. Возвратился в келью и начал обучаться всенощному бдению, то есть бодрствованию молитвенному в течение всей ночи. Он стоял посреди кельи всю ночь и не преклонял колен молитве, дабы не предаться сну, но стоял прямо не смыкая очей своих. Святой пробыл в таком подвиге шесть лет, но и таким способом он не мог избавиться от плотского вожделения, воюющего на дух. О нем узнал и князь, правитель страны той, сей последний отправился в скит, желая видеть Авву Моисея. Старец был извещен о том, что князь намеревался прийти к нему, дабы видеть его Моисея. Но Моисей, выйдя из кельи, замыслил убежать в болото и тростник. Случайно некоторые странствующие братья пришли к Моисею из Египта. Старец приготовил для них немного вареной пищи, но когда его соседи увидали дым, то сказали клирикам, Моисей нарушил повеление и варит себе пищу. Но клирике сказали, обличим его тогда, когда он придет в собрание. Ибо все знали о постнических подвигах Моисея. Когда наступила суббота, Моисей пришел в храм к пению соборному и сказали ему в присутствии всех клириков, «Отче Моисей, ты нарушил заповедь человеческую, но исполнил заповедь Божию». Некоторый брат пришел издалека в скид для того, чтобы видеть преподобного Арсения. Будучи приведен к Арсению, брат тот видел его, но не сподобался слышать слов его, ибо старец Арсений сидел молча, глядя на землю. После того странствующий инок начал упрашивать брата привезти его к Моисею, бывшему разбойником до пострижения выночества. Брат согласился исполнить его просьбу и повел его к преподобному Моисею. Когда они пришли к Моисею, то сей последний принял их с радостью, предложил им отдохнуть и подкрепиться пищей, и, оказав им большую любовь, отпустил их от себя. Дорогою скидский брат сказал пришельцу, «Вот ты видал и отца Арсения, и отца Моисея. Кто из них лучше, по твоему мнению?» Брат отвечал на это, «Лучший из них тот, кто принял нас с любовью». Один инок, узнав об этом, стал молиться к Богу, говоря так, «Господи, скажи мне, кто из них более совершен и заслуживает большей благодати Твоей? Тот ли, кто скрывается от людей ради Тебя? Или тот, кто принимает всех также ради Тебя?» Этот инок в ответ на молитву свою имел следующее видение. Ему представились два корабля, оплывшие по какой-то очень большой реке. В одном корабле находился преподобный Арсений, и Дух Божий управлял кораблем него, соблюдая его в великой тишине. В другом был преподобный Моисей. Кораблем же его управляли ангелы Божии, влагавшие мед в уста Моисея. Евпраксия, память 25 июля. Когда от Раковицы и Евпраксии было пять лет, царь, посоветовавшись с матерью ее, обручил ребенка с одним из сенаторских сыновей, благородным юношей, который обещался ждать, пока подрастет от Раковицы. Был там, близ города, один девический монастырь, Таввинский со 130 монахинями, о богоугодных делах которых много хорошего рассказывали в народе. Ни одна из них не пила вина, не вкушала масла, винограда и каких-либо плодов. Некоторые из них, которые поступили в монастырь с детства, никогда и не видели последних. Пищей их была хлеб с водой, сочива и зелень, и то без масла. Они ели один раз в день, вечером. Некоторые же через день, а иные через два дня принимали немного пищи. Они никогда не отдыхали и не мылись. О бане нечего и говорить, они и слышать не могли об обнажении тела. И самое слово «баня» употреблялось у них в упрек, в стыд и насмешку. Каждой постелью служило волосяное рубище на земле. Трех локтей в длину и один локоть в ширину. На этом они спали и то немного. Одеждой их были волосиницы, длинные до земли, покрывавшие их ноги. Не каждая трудилась по силе. При болезни не принимали никакого лекарства, но с благодарностью переносили болезнь, как бы принимая великое благословение от Бога и от Него одного ожидая помощи. Никто из них не выходил за монастырские стены и не разговаривал с приходившими, а все переговоры велись через одну привратницу. Все усердие их было направлено на собеседование с Богом. В молитве и на угождение ему. Однажды, когда Евпраксия пришла, как обыкновенно, в этот монастырь, то игуменья, словно по внушению от Духа Божия, сказала маленькой девочке Евпраксии. «Госпожа моя Евпраксия, любишь ли ты этот монастырь и этих сестер?» «Да, госпожа», – отвечала та, – «я люблю вас. Если ты любишь нас», – продолжала игуменья, – «то останься с нами в иноческом образе». Девочка отвечала, – «В самом деле, если не будет огорчена моя мать, я не уйду отсюда». Тогда игуменья спросила ее, – «Скажи мне правду, кого ты больше любишь, нас или своего обрученного?» «Я его не знаю», – отвечала девочка, – «а вас знаю и люблю. Скажите же и вы мне, кого вы больше любите, меня или того, как вы называете обручника?» Игуменья отвечала, – «Мы любим тебя и Христа нашего». Девочка на то призналась, – «И я люблю вас и Христа вашего». А мать ее Евпраксия сидела, слушала благоразумные речи своей дочери, обильные слезы текли из глаз ее. Слушала и игуменья с умилением слова маленькой девочки. И удивлялась, как она еще ребенок. Ей не было еще полных семи лет. Так умно отвечала. Наконец мать, которой жалко стало дочери, сказала ей, «Пойдем, дитя мою, домой уже вечер». Но девочка отвечала на это, «Я останусь здесь с госпожой-игуменьей». На этой игуменье заметила ей, «Вступай с матерью домой, тебе нельзя здесь остаться. Здесь может жить только такая девушка, которая посвятила себя Христу». «А где Христос?» – спросила девочка. Игуменья обрадовалась и показала ей пальцем на образ Христа. Девочка побежала, поцеловала икону Спасителя и, обратившись к игуменье, сказала, «Воистину и я обещаюсь Христу и не уйду отсюда с матерью, но останусь с вами». «Дитя», – возразила игуменья, «Тебе не на чем спать, тебе нельзя остаться здесь». «На чем вы спите?» – отвечала девочка. «На том и я буду». Уже вечер склонялся к ночи, а мать с игуменьей все уговаривали всячески девочку уйти из монастыря и пойти домой. Но ничего не могли сделать, так как она вовсе не хотела уходить оттуда. Наконец, игуменья сказала ей, «Дитя, если ты хочешь здесь жить, то ведь надо будет учиться грамоте, псалтире и поститься до вечера, как и другие сестры». «И поститься буду», – согласилась девочка, «И учиться всему буду, только оставьте меня здесь». Тогда игуменья сказала матери, «Госпожа моя, оставь ее здесь, вижу, что воссияла в ней благодать Божия, что праведные дела отца ее и твоя чистая жизнь, и обоих вас родительские молитвы и благословения ведут ее в жизнь вечную». Тогда стала благородная Евпраксия, подвела к иконе Спасителя свою дочь, подняла руки вверх и сказала со слезами, «Господи Иисусе Христе, ты позаботься об этом ребенке, тебя желала она, тебе отдала себя». Потом обратилась к девочке, «Евпраксия, дочь моя!» Бог, утвердивший неподвижно горы, да утвердит тебя в страхе своем. С этими словами отдала она девочку в руки игуменьи, а сама плакала и била себя в грудь, и все монахини плакали с ней вместе. Не так она вышла из монастыря, отдав дочь свою богу. Наутро рано пришла она опять в монастырь. Игуменья взяла девочку Евпраксию, привела ее в церковь и, совершив молитву, облекла ее в ангельский иноческий образ при матери ее. Мать, увидев ее в ангельском чине, воздела руки к небу и так начала молиться о ней Богу. «Царь вечный, начавший в ней благое дело, ты и доверши его, дай ей исполнять волю твою, святую, пусть получит милость у тебя, творца эта сирота, отдавшаяся тебе с детства». Потом она спросила дочь. «Дитя мое, нравится ли тебе эта иноческая одежда?» «Да, я люблю ее», – отвечала девочка, «потому что я слышала от госпожи Игумени и от других монахинь, что эту одежду дает Христос в залог обручения любящим его». Мать сказала на это. «Христос, которому ты обручена, дитя, он да удостоит тебя своего чертога». С этими словами она поцеловала свою дочь, потом, простившись с Игумени и всеми сестрами, вышла из монастыря. Слышно было о ней, что она ни рыбы не ест, ни вина не пьет, постится каждый день до вечера и поздно вечером принимает очень немного постной пищи, кутьей или овощей. Всех удивляло такое воздержание ее пригромадных средствах. Спустя несколько лет Игуменя, названного выше монастыря, пригласила к себе добродетельную вдову Евпраксию и сказала ей тайно. «Госпожа моя, я тебе хочу сообщить важное дело, но не пугайся». «Говори, госпожа моя, что ты хочешь», отвечала она. Игуменя сказала следующее. «Если ты хочешь распорядиться относительно своей дочери, то делай это поскорее. Я видела в сновидении твоего мужа Антигона великой славе, стоящего перед владыкой Христом и молящего его, чтоб он велел тебе оставить тело свое и пребывать с ним вместе, наслаждаясь такой уже славою, какой он сподобился за свою добродетельную жизнь». Услышав это, благочестивая женщина не только не смутилась, но даже очень обрадовалась. Она желала расстаться с телом и отойти ко Христу. Она тотчас позвала свою дочь, которой было уже около 12 лет, и сказала ей. «Дитя мое Евпраксия, вот меня уже зовет Христос, как сообщила мне мать Игуменья, и близок день моей кончины, поэтому все имущество твоего отца и мое я отдаю в твои руки, распорядись им честно, чтоб унаследовать тебе Царство Небесное». Девица Евпраксия заплакала и сказала, «Горе мне, осталась я одна сиротой». «Дитя, – сказала ей мать, – у тебя есть Отец Христос, которому ты обручилась. Ты не останешься одинокой сиротой. Вместо матери у тебя будет госпожа Игуменья. Только старайся исполнить то, что обещала Христу. Бойся Бога, уважай сестер, повинуйся со смирением. Никогда не думай в душе о том, что ты царского рода, и не говори. Им следует работать на меня, а не мне на них, но будь смиренна, и будет тебя любить Господь. Будь нищий на земле, и будешь богата на небе. Вот, все в твоих руках. Если монастырь будет нуждаться в деньгах, дай, сколько будет нужно, и молись за меня и отца твоего, чтобы нам получить милость от Бога и избавиться от вечной муки». А Евпраксия начала еще усерднее подвязаться, угождая Богу, и постилась сверх сил. Ей было тогда 12 лет, когда она избрала себе самый суровый образ жизни. Сначала она ела один раз в день, и то вечером, а потом она стала поститься до следующего, и, наконец, до третьего дня. Наносить приказывал ей каменьев, насыпать их под волосяную постель и спать на ней, а сверху на постель насыпать пеплу и спать так 10 дней. Однажды Евпраксия подверглась во сне некоторым соблазнам от искусителя. Тогда она набрала каменьев под свою волосяную постель и посыпала ее сверху пеплом. Увидев это, егуменея улыбнулась и сказала одной из старших сестер, «Вот, и эта девушка начала страдать от дьявола и стала молиться о ней. «Боже, сотворивший ее по образу твоему, говорила она, и повелевший ей избрать этот иноческий чин, ты утверди ее в страхе твоем и от бесовских наветов сохрани ее». Потом она призвала к себе Евпраксию и спросила, «Почему ты мне не сказала, что тебе было искушение от дьявола, а скрыла это от меня?» А та упала и вы мне в ноги со словами, «Прости меня, госпожа моя, что постыдилась сказать тебе». «Дочь моя», нашла ей и гумене, «Это начало твоей борьбы со врагом, крепись, что подолеть его и получить венец». Спустя несколько времени Евпраксия опять подверглась искушению дьявола и рассказала одной сестре Юлии, которая очень ее любила и наставляла в подвигах, а Юлия сказала ей, «Госпожа моя, Евпраксия, не скрывай этого от игумени, но расскажи ей, как следует, чтобы она помолилась о тебе». Говорят, она сама в юности много претерпела искушений от дьявола. Рассказывают, что она однажды ночью после сильного искушения вышла из кельи, встала под открытым небом, подняла руки к небу и пробыла так сорок дней и ночей без еды, без питья, без сна, стоя и молясь Богу, пока не победила дьявола. «И мы все бываем искушаемы врагом, но надеемся, что с помощью Христовой одолеем нашего искусителя. Поэтому, сестра, не удивляйся этому, не смущайся, но расскажи поскорее игумене о случившемся с тобою, не стыдись». Услышав это, ей в праксе поблагодарила Юлию. «Помоги тебе, Бог, сестра, за то, что ты наставила меня и укрепила мне душу. Я пойду и расскажу госпоже великой о том, что случилось со мной». «И не только расскажи», прибавила Юлия, «но и попроси ее помолиться о тебе и прибавить тебе подвига». И в праксе пошла и рассказала игумене об искушении дьявольском. Игумене я сказала ей, «Не удивляйся этому, дочь моя, со всяким оружием нападает на нас дьявол, но не бойся, стань мужественна и непоколебима». «Чтоб он не одолел тебя, много еще тебе предстоит искушений от него, а ты подвизайся, чтоб победить его и получить от Христа жениха твоего победные венцы. Усиль свой пост сколько можешь, за подвиги получают честь. Скажи мне, дитя, как ты постишься?» «Я принимаю пищу через два дня», отвечала Евпраксия. «Прибавь еще один день к своему посту», сказала Игумене, «и ешь на четвертый день после захода солнца». Евпраксия приняла этот наказ с радостью. Евпраксия исполнилось двадцать лет отроду. Она возмужала телом и была красива, обнаруживая знатность своего рода. Подвергшись опять искушению, она сообщила о том Игумене, а Игумене сказала ей, «Пойди, дитя, и перенеси эти камни сюда, и сложи их около печи». Евпраксия тотчас начала носить эти камни. Среди них попадались большие, которые с трудом можно было бы поднять двум сильным сестрам. Она же их одна поднимала, клала на плечо и несла. Она была сильна телом, а еще сильнее послушанием и никому не обращалась с просьбой помочь ей, потому что тяжелы камни или потому, что она голодна или выбилась из сил, но с усердием исполняла приказание. Когда же она перенесла все каменья, то Игумене через несколько дней опять сказала ей, «Нет, не хорошо, что эти каменья лежат около печи. отнеси их опять на прежнее место». Она ничуть не ослушалась, а снова принялась за дело и тщательно выполняла то, что ей было приказано. Удивлялись сестры такому послушанию ее, терпению и трудолюбию, а некоторые из молодых смеялись, другие же говорили, «Крепись, сестра, Евпраксия, будь тверда». Дьявол попытался еще раз потревожить ее ночным искушением. Однажды ночью он явился ей во сне в виде того юноши, с которым она была обручена, будто бы с множеством воинов он пришел похитить ее и насильно тащил из монастыря. Она лежала на своей постели и во сне начала кричать и звать сестер, чтобы помогли ей избавиться из рук похитителя. От ее крика проснулись сестры. Сбежались к ней, разбудили ее и стали спрашивать, почему она кричала. Она рассказала провиденное во сне искушение дьявольское и все начали о ней молиться. Так как и снова ее тревожил искуситель, то игуменья сказала ей «Смотри, дитя мое Евпраксия, как бы дьявол не подействовал на твой разум, как бы не пропал труд твой, потерпи еще немного, борись с ним мужественно, и он убежит от тебя». Юлия также говорила Евпраксии «Сестра, если мы теперь, пока юны и сильны, не станем бороться с нашим врагом и не победим его, то как нам победить его в старости?» Евпраксия отвечала ей «Жив, Господь, сестра моя Юлия, если прикажет мне игумнение, то я не стану принимать пищу целую неделю, пока с помощью Господа не одержу победы над врагом, искушающим меня». «Право, сестра моя», возразила Юлия, «я не могу столько поститься, а ты, если можешь, то хорошо сделаешь. Во всем монастыре нет никого, кто бы мог не принимать пищу целую неделю, кроме матери нашей и игумени». Тогда Евпраксия отправилась к игумени и попросила у нее разрешения назначить себе такой пост, чтобы не есть целую неделю. Игуменя сказала ей на это, «Делай все, что можешь, дитя мое, да укрепит тебя творец твой Бог и даст тебе одолеть дьявола». И начала Евпраксия поститься по целой неделе, принимая пищу только по воскресеньям и не оставляя в то же время на монастырский ни монастырских работ, ни услуг сестрам. Так что все дивились, сколь великим подвигом, столь великим подвигом ее. «Вот целый год следим мы за Евпраксией», говорили некоторые сестер. «Ну, видали ли мы, чтоб она сидела, хоть бы когда ест? Нет, и не могли видеть, только разве когда ночью ляжет отдохнуть на постель? А то и пищу вкушают стоя». И все сестры любили ее за то, что она так трудилась и была так скромна, хоть и царского была рода. И молились они Богу, чтоб он даровал ей крепость и спасение. Так однажды ночью он навел на нее скверные мирские мечты, чем глубоко смутил ее. Она, как почуяла лютое нападение вооружившегося на нее врага, скачала с постели, осенила себя крестным знамением и вышла из своей кельи. На дворе на особом месте стала она, простерла руки свои к небу, вперевши в небо очи и ум, и стояла так, молясь день и ночь, ничуть не двигаясь с места, как врытая в землю сорок дней. В это время она не пила, не ела, не говорила ни с кем, не спала и не опускала рук. В начале ее стояния игуменья, узнав об этом, пришла к ней и сказала, да утвердит тебя Бог, дитя, и подаст тебе терпение. Евпракси было тогда двадцать пять лет от роду. Когда она простояла две недели, игуменья и сестры с улыбкой смотрели на такое терпение ее и радовались за нее. Прошло тридцать дней и стали удивляться сестры, говорили игуменья, матушка, как видно, Евпракси хочет совершить твой сорокодневный труд, как ты бывало стояла так же. Да утвердит ее Бог, отвечала игуменья, будем все молиться о ней. По прошествии сорока дней она еще простояла пять дней. И потом вознеможение упала на землю и лежала как мертвая. Собрались сестры, внесли ее в комнату и не могли пригнуть ее руки. Она вся была как деревянная и не могла произнести ни одного слова. И игуменья принесла ей пищи, поднесла к ее устам и сказала «Дитя мое, дитя мое Евпраксия, во имя Господа нашего Иисуса Христа съешь». И тотчас она взяв пищу съела и заговорила, немного укрепилась и встала. Ее повели в церковь благодаря Христу, Христа Бога, укрепившего рабу свою на такой подвиг. После этого Евпраксия стала понемногу принимать пищи и поправляться. С этого времени дьявол уже не мог более смущать Евпраксию скверными мечтаниями и разжением плотских страстей. Невеста Христа одержала окончательную победу над его искушениями. Прожила она тридцать лет. Пожар оставляет нам хотя бы стены. Есть шанс украденное иногда найти, но на пожаре дерево и сено. И все имущество вверх сажей улетит. Не нарушайте правил и инструкций, как сохранить себя, детей, скотину. Здесь не пройдет авось с расхлябанностью русской. Все вожделенное в момент тебя покинет. на погорельцах сжженые рубахи, в оплавленном сознании. Надо было! Жена и дети одеты черным страхом, на пепелище роются остылом. Ты говорил, мне так зимой удобно, что сено рядом и бензин в подполье. Соседи сжег, и им ты враг сегодня, у всех в прикуску пепел на одном застолье. Огонь прообразует вечный ад, мучения нераскаянных при жизни, не подсчитать лишений и утрат, от совести мучения у коризны. Что сам виновен, никого не слушал, искал удобства смыслу вопреки, пожар в кошмарах, кто его потушит, заранее ущерб в уме прикинь, смиренным и погода помогает, дождь благодатный на искру прольется, на гордого беда придет такая, что почернела ей не плоть, а даже кости. Игра с огнем и нищими пойдем, протянутой рукой лохмотьями трясти, с халатностью в твой дом придет садом, успеешь вскрикнуть, прости, Господь, прости. 19 августа 2003 год Игнатий Лапкин.